Здравствуйте, друзья! Сегодня я бы хотела рассказать об одной из вершин так называемого золотого треугольника Индии – розовом городе Джайпуре. Несмотря на относительную молодость, столица штата Раджастана Джайпур является одним из сокровищ Индии. Город основал Махараджа Джай Синг II из династии Великих Моголов в 1727 году. Для строительства Джайпура был приглашен архитектор, разработавший план из девяти прямоугольных секторов по канонам древнеиндийской архитектуры. Вокруг города была построена защитная стена. Для Индии того времени сама прямоугольная планировка уже была уникальной. Но еще больше прославил Джайпур розовый гипс, замаскированный под песчаник, из которого строились основные городские здания. Из-за необычного цвета дворцов Джайпур и называют розовым городом. Еще говорят, что все дома города велели покрасить в розовый цвет, который в Индии означает гостеприимство, в 1876 году к приезду наследного принца Великобритании Альберта, будущего короля Эдуарда VII. С тех пор владельцев домов обязали периодически обновлять расцветку. Символом Джайпура стал необычный дворец Хава-Махал или дворец ветров. Самое известное здание Джайпура, Хава-Махал, было построено около 1799 года для гарема Махараджи. Больше всего привлекает внимание фасад здания с 953 маленькими окошками, через которые обитательницы Гарема могли наблюдать за городской жизнью и праздничными процессиями так, чтобы их самих не было видно с улицы. Эти окна использовались еще и для вентиляции помещений. Из-за постоянных сквозняков Хава-Махал и прозвали дворцом ветров. Интересно, что в пятиэтажном здании нет ни одной лестницы и на верхние этажи приходится подниматься по специальным пандусам. Как раз там и располагались покои любимых жен. И комнаты этих этажей украшены намного богаче, чем скромные помещения внизу, где селили обычных наложниц. Сейчас во дворец спускают туристов за исключением левой части, где находится квартира потомков Махараджи. Большая часть комплекса открыта для туристов. Во многих постройках расположены музеи. Так, в галерее Бакхихана расположена выставка карет, экипажей, лафетов и пушек. Во дворце Мубарак-Махал, построенном из джайпурского мрамора, где раньше принимали послов, открыт музей текстиля. В его коллекции есть и шелковые сари, и ткани с национальными узорами, и вышивка, и костюмы королевской семьи Джайпура. Здесь же представленная коллекция музыкальных инструментов. Также можно посетить Диван и Кхас, павильон, где Раджа встречался со своими советниками и министрами. В Диван и Кхасе хранятся два огромных серебряных сосуда высотой полтора метра, которые считаются самыми большими в мире. Экспозиция дворцового музея состоит из более чем двух тысяч экземпляров, старейшие из которых относятся к 16 веку. Махараджа Джайсинг II был известен своей любовью к астрономии. Он построил целых пять обсерваторий по всей стране. В Джайпуре находится самая большая и лучше всего сохранившаяся из них джантар-мантар. Слово джантар означает прибор или инструмент, а мантар – измерение или формула. В обсерватории собраны 14 огромных приборов, с помощью которых можно предсказывать погоду и затмение, следить за небесными телами и определять расстояние до них, вычислять точное время. В обсерватории находятся сразу несколько солнечных часов. Одни из них диаметром 27 метров – самые большие в мире. В Джайпуре нет небоскребов, поэтому с 42-метровой башни Саргасули открывается отличная панорама города. Ее построил сын Джайсингха II в 1749 году в знак победы над младшим братом в борьбе за отцовский трон. Всего в 11 километрах от Джайпура на озере Маото находится крепость-дворец Амбер, которая старше всего Джайпура. Укрепленные крепости и форты на этом месте строились еще с 11 века для защиты княжества Дхундхар аделийского султаната. В 14 веке за фортом Амбер строится княжеский дворец и сюда переносится столица. В 16 веке раджи Дхундхара объединяются в союз с великими моголами и богатеют на отливе пушек. Тогда форт Амбер перестраивают и делают роскошной резиденцией раджей княжества. У нижних ворот Амбера раньше располагалась торговая площадь. Сейчас эти традиции продолжают многочисленные сувенирные лавки. Сама крепость состоит из нескольких дворов, каждый из которых выполнял и защитную, и политическую функции. Главным воротом, через которые въезжал раджа, ведет узкая дорога вдоль крепостной стены, что затрудняло атаку. За воротами находится площадь для парадов и праздников, по периметру которой расположены здания с решетчатыми галереями для женщин гарема. А вот в следующие ворота, украшенные коралловой статуей бога Ганеши, мог пройти только сам раджа и особо приближенные персоны. За ними располагаются дворцы самого раджи и помещения для его гарема. Шиш-махал, или зеркальный дворец, был личным дворцом правителя. Здесь же он принимал министров и аристократов. Целый зал дворца украшен узорами из зеркал, благодаря чему даже одна зажженная свеча могла осветить его целиком. Стоит отметить, что в те времена зеркала делались только в Европе, поэтому для того, чтобы отделать ими весь зал, необходимо было потратить целое состояние. Напротив Шиш-махала стоит Сукх-Ниваз – дворец из белого мрамора для общения раджи с женами. Через весь дворец проведен канал с водой для охлаждения помещений. Комнаты здесь устроены таким образом, чтобы раджа мог пройти к избраннице незаметно для остальных обитательниц гаремов. Интерьеры дворца богато украшены резьбой и драгоценными камнями. После переноса столицы в Джайпур знать покинула Амбер вслед за Махараджей и форт вернулся к своей защитной функции. Кроме Амбера система защиты Джайпура включала еще и форт Джайгарх. Он был расположен над Амбером и связан с ним крепостной стеной. По слухам, раджа хранил в нем свою немалую казну. Третий форт – Нахаргар – находится уже ближе к городу, оба открыты для туристов. Если вы были в Джайпуре, пишите в комментариях, что вам больше всего понравилось в розовом городе.